Имплантация зубов В студии у нас Владимир Рыбалко, кандидат медицинских наук, директор стоматологической клиники «Пирани». Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, об имплантах мы говорим регулярно, часто в нашей программе. Я думаю, что наши постоянные зрители о них уже много знают. Но, тем не менее, наверное, если кто-то вот только задумывается о протезировании, о том, чтобы поставить импланты, наверняка хочется узнать все сначала, да? Что это такое, да? Не будет ли больно? Как много это занимает времени? Ну, вот у нас будут вопросы от зрителей, возможно, это вот такие самые частые вопросы, которые задают пациенты. Но вот прежде чем мы на них будем отвечать, все-таки вот несколько слов о том, все-таки на что нужно настроиться, если человек хочет установить импланты? По времени, по ощущениям, вот о чем нужно знать? Настроиться необходимо на то, что это все-таки процедура небыстрая, кость – это медленная ткань, и после установки имплантов необходимо ждать 2-3, иногда 6 месяцев. После удаления зуба иногда нужно подождать, чтобы кость восстановилась 3-4-6 месяцев. Поэтому, во-первых, нужно настроиться на то, чтобы ждать. Второе, необходимо настроиться на то, что если вы заплатили много денег за эти зубы, за импланты, это не значит, что после их установки нужно про них забыть. Наоборот, им нужно уделять еще больше времени, потому что за ними уход, за ними позволит сохранить надолго тот результат, который вы получили вот сегодня. Поэтому необходимо ухаживать. То есть это два главных момента, о которых нужно помнить. Ну и выбрать хорошего доктора, я думаю, это тоже немаловажно. Ну а сейчас, наверное, мы обратимся к вопросам, которые задают пациенты, у которых уже есть импланты, либо с какими-то проблемами, с которыми они столкнулись во время протезирования. У меня остался один зуб, плохо держится протез. Можем ли поставить еще один имплант, чтобы протез хорошо держался? Да, такая достаточно распространенная ситуация. Иногда импланты используют не только для того, чтобы восстановить зубы, а именно восстановить зубы с целью фиксации протезов. Если у пациента нет вообще ни одного зуба на челюсти, на нижней, например, можно установить два импланта, на них сделать два зуба и сделать съемный протез. То есть проблема таким? Для фиксации протеза, да, потому что верхний полный протез чаще всего держится хорошо, нижний полный протез чаще всего не держится. Смотрим следующий вопрос. У меня стоят импланты и коронки. Расскажите, пожалуйста, как за ними ухаживать? Вы уже сказали, что нельзя про это забывать, а ухаживать надо еще и... Очень важно. Да, еще и важнее, чем... Мы постоянно говорим об ирригаторах. Кроме ирригатора, это, конечно, чистка зубов обязательно вечером. И, конечно, если пациент заметил какую-то проблему, воспалилась десна, например, необходимо обратиться к доктору, который устанавливал импланты, либо к ближайшему доктору. Иногда достаточно небольшого вмешательства все проходит, и опять на длительный период можно имплантами пользоваться. А чем ирригатор лучше? Почему именно ирригатор необходим для ухода за имплантом? Конструкция коронок на имплантах такова, что вот как гриб, основание небольшое, а сама коронка шире, чем основание, чаще всего так. И сбоку может где-то попадать еда, оставаться там. Если еда осталась на 2-3 дня, хотя бы даже на 1 день на ночь, десна воспаляется. Воспаление может перейти на кость, и в итоге можем потерять имплант. Поэтому необходимо каждый день вечером струей воды, ирригатор создаёт струю воды, струей воды вымывать эти остатки пищи. Поэтому лучше использовать ирригатор. Ну, кстати, ирригатор можно использовать, наверное, не только при наличии имплантов, наверное, и вообще как-то. Конечно, у него очень широкие показания для тех людей, у кого заболевание дёсен, парадонтит так называемый, у кого много зубных протезов не на имплантах, просто коронок. Брекеты вообще без ирригатора сейчас, наверное, уже не носятся. Ну, то есть это такой прибор, который не только при имплантах, он, в принципе, незаменим в разных ситуациях. Смотрим следующий вопрос. Неделю назад мне удалились зубы. Можно ли сразу поставить импланты? Насколько я знаю, это один из самых частых вопросов, которые задают пациенты. Да, вот то, о чем мы говорили, что нужно настраиваться на длитные сроки всё-таки. Иногда можно установить имплантат сразу, после удаления зуба, вот прям сразу установить, но нужны показания. Достаточный объём кости, отсутствие воспаления и так далее. Чаще всего после удаления необходимо подождать 3-4 месяца, а потом устанавливать имплантат. Ну и, насколько я знаю, вы прям, ну, сторонник того, что здесь не надо торопиться. Лучше действительно подождать, чтобы процедура была качественной и всё получилось. У нас есть ещё вопросы. У меня давно нет зуба, и доктор говорит, что необходимо наращивать кость. Как долго её необходимо наращивать? У меня сразу вопрос, как вообще её можно нарастить? Да, иногда кость необходимо нарастить, её можно нарастить в ширину. После удаления зуба бывает так, что одна стенка кости растворяется, остаётся только язычная, например, или нёбная стенка, и ширины кости не хватает. Имплант – это же такой шуруп диаметром примерно 3,5 мм, и необходимо, чтобы в каждую сторону было по миллиметру. То есть ширина кости должна быть 5 мм. Обычная механика. Если меньше 5, имплантант не поставишь. А вот вы сказали, что кость может раствориться, да? Как-то это так странно звучит, а почему она может раствориться? Бывает травматичное удаление, удалилась вместе с зубом. Бывает такое строение человека, что у него зубы шире, чем кости. Удаляешь зуб, а кость тоненькая в округе, она сама уменьшается. Поэтому необходимо кость нарастить, есть разные способы, и подождать примерно 6 месяцев. Смотрим следующий вопрос. Мне сказали, что у меня мало костей для постановки импланта, и что нужно проводить операцию на пазухе. Насколько это опасно? Вот я сразу слышу такой тревожный момент. Пазуха — это уже нос, это всё лицо. Что за операция? Уже страшно. Пазуха — это самый неопасный такой анатомический элемент. Это просто пустота. Если даже при операции вот этой синус-лифтинг, синус — это пазуха, лифт, значит поднимать. Поднятие дна гайморовой пазухи. Если произойдёт разрыв этой мембраны, вообще ничего страшного, никакого кровотечения не будет, воспаления не будет, есть техника, при которой доктор может эту перфорацию закрыть и продолжить операцию, либо её прекратить. Если даже какая-то неудача, ничего страшного, всё лечится. То есть такая процедура безопасная? Процедура безопасная. Это не глаз, не мозг. И на строение носа, на том, что возникнет там насморк или какие-то изменения, нарушения, это не влияет? Ну, конечно, если возникнет воспаление, да, будет гайморит, со всеми его признаками будет болеть, отёк и так далее. Ну, можно провести лечение медикаментозное. А вот, кстати, насколько я знаю, после установки имплантов вы назначаете своим пациентам антибиотики. Это в тех ситуациях, когда какие-то осложнения или всегда? Ну, это такая стандартная схема, после установки имплантатов назначают антибиотики. Операция считается условно чистой. В рану на кость попадают микробы из полости рта. Поэтому врачи, абсолютное большинство врачей во всём мире назначают антибиотики. То есть это нормально? Это не связано с тем, что какие-то там сложности? У нас есть ещё вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли возрастные ограничения на установку имплантов? Ну, я бы сказал так, что верхних возрастных ограничений нет. У меня есть пациенты, там, 34-го года рождения, 36-го. То есть им за 80? Да, им за 80 лет, и всё хорошо приживается. А вот нижний возраст, есть ограничения. Когда заканчивается формирование скелета, тогда только можно устанавливать импланты. Ну, это примерно 22-25 лет. То есть это связано с ростом, да? Потому что может поменяться челюсть и... Да, если подросток потерял зубы, не надо торопиться устанавливать имплантаты. Надо, чтобы челюсть сначала выросла, потом устанавливать имплантаты. Ну, и, наверное, прежде чем импланты устанавливаются, проводятся же определённые какие-то обследования, чтобы видеть, что там есть, да, зачатки зубов, есть они там или нет, если это про более молодых, я имею в виду, людей, да? Это всё делается. Владимир, ну вот я ещё хотела спросить про ваш... Ещё одно направление вашей клиники, да, это ваше такое социальное направление, про работу с пенсионерами. Это уже не про импланты. Вот два слова скажите, продолжаете ли вы этим заниматься? Да, у нас есть такой социальный проект. Мы изготавливаем съёмные протезы и металлические коронки по очень низкой цене, практически в два раза дешевле, чем они стоят у нас по прескуранту. Поэтому всех пенсионеров приглашаем. Можно позвонить, записаться предварительно на консультацию и получить вот эти вот недорогие протезы. Телефон для записи 460940. Ну, наши зрители сейчас видят телефонный адрес на экране. Пожалуйста, запишите его, там вы можете получить консультацию, записаться на приём. Владимир, ну, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я напомню, что в студии у нас был Владимир Рыбалко, кандидат медицинских наук, директор стоматологической клиники «Пиранья». Продолжение следует...